ребят привет всем смотрите тема такая вот у меня уже в мае будет шесть лет как я пользуюсь вот это вот красавица и вот у меня и писи пи 5 и 5 егерь она еще до реформенная еще час уже новые пошли там уже и соска другая на резервуар за заправляет так далее вот мнение раз разрываются да то есть на тех кто поклонник 5 и 5 и на 6 35 другие не берем потому что четыре с половиной несерьезный калибр 762 и 9 это уже лицензионные мы их сейчас не не во внимание не берем вот смотрите я просто хочу вот какую я хочу своим опытом поделиться я 6 лет охочусь уже на пневматике да у меня с собой всегда в машине 12 калибр пневматика и карабин вот всегда вот выхожу из дома просто в машину кинул катаюсь потому что часто по работе мне приходится ездить по полям сейчас я проезжал фазанов смотрел лис смотрите в чем прикол как я считаю вот кто кто так не считает просто поправьте меня в комментариях мы вот но и мне будет интересно просто мнение послушать на хрена вообще 635 покупать смотрите на ту дистанцию на которую тебя дичь в принципе подпустит до фазан утка более чем достаточно 5 и 5 естественно необычные стандартные gsb пули давать 11 175 грамма а вот я делаю у меня вы на канале видели 1717 грамма 17 грамма блять да это более чем достаточно чтобы у меня рекорд есть я на 180 метров гуся взял вот недавно вот осенью мы с товарищем ехали у меня в инстаграме есть фотка кто хочет зайдите посмотрите я трех гусей держу трех гуменников 100 метров на 100 метров взял трех гусей на ту дистанцию на которую тебя зверь подпустит тебе ее в принципе дальше это уже только с огнестрела с карабина стрелять потому что там блять дальше такая мощь нужно уже чтобы свалить зверя брить чтобы он не ушел далеко на более близком расстоянии проще двенадцатый калибр до 30 метров для 12 калибра за глаза я вон на 30 метров гуся взял в полете тройкой дробью тройкой до пришлось конечно три раза в него стрельб я прям смотрю у него пошла дробь по перу но он еще чуть там пытался хромать и лететь кстати тоже есть фотография в инстаграме вот одна из там недавних там осень прошлое гуменика взял дробью то есть но нормально на на лету он просто начал делать петлю вокруг меня с озера поднимался и пошел вокруг меня я его уже на 30 метров добрал блять с пневматики даже 5 и 5 стрелять по фазану по утке это блять тушка рвется на выходном на выходном отверстие тушка так называется такая дыра бывает порой просто что блять невозможно а вы представляете там 635 5 ебнуть это же какой должен быть ну то есть зверь чтобы ты его на такой дистанции на небольшой мог встретить это как и какого зверя ты так встретишь утка один раз ты промахнешься все они все подлетели и улетели все фазан ну фазан более такой спокойный он если пасется и тебя не видит то можно из засады стрелять в принципе я один раз позавчера вот стрелял на поле выстрелов наверное рубля 50 сделал по фазану он сидит в ямочке в снегу и только спинка торчит и у меня то не далек то перелет по и вот не могу попасть в спину ему и все пока он не вышел из ямки я его тут же оприходовал все то есть как бы вопрос в том что 635 но есть ли смысл покупать такой калибр если ты на такое расстояние на близкое ты по пулю пулю и пулей тушку разорвешь только а на дальнее расстояние но это еще попасть надо умудриться и чтобы животное сразу сразу вот легло поэтому я вожу с собой несколько оружий у меня вот если я куда-то еду у меня с собой вот лежит винтовка 5 и 5 это для таких расстояний как 70 50 100 метров куда я двенадцатым калибром не дострельну дальше уже сну бывает иногда стреляю пап так чисто по балл за да да нет нет попадешь ну бывает что и попадаю иногда в основном нет а для таких целей уже есть карабин карабин взял и пожалуйста и стреляй вот как вы считаете ребятки вот давайте вот просто в комментариях тучок по этому поводу думает напишите не просто вот стало любопытно насколько вот кто сколько так много под поклонников именно у дедовских пневматик вот именно у дедовских калибров всем мира и добра